Всем привет! Вы на канале коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской банкноте 200 рублей 1991 года. Параметры банкноты. Размер составляет 144 на 71 миллиметр. Материал белая бумага с вкраплением цветных защитных волокон. Основной цвет банкноты коричневый, темно-зеленый. Водяной знак на белом поле портрет Ленина. Данная банкнота была введена в обращение 23 января 1991 года. Выведена из обращения 26 июля 1993 года. Лицевая сторона. Справа имеется белое поле, на котором внизу изображено число 200, над которым расположен год выпуска банкноты 1991. На верху белого поля имеется надпись. Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка. Остальное пространство заполнено бежевым фоном, плавно меняющим к центру цвет на светло-серый. В верхней и нижних частях фона расположены цветные орнаменты из волнистых линий. Слева расположена овально-узорчатая рамка с портретом Ленина. С четырех сторон рамки находятся ленточные узоры, на левых двух узорах по углам расположены два числа 200. Вверху имеется надпись «Билет Государственного банка СССР». Посередине имеется элемент с изображением внутри герба СССР образца 1956 года. Под гербом указание номинала слово 200, ниже в стилизованной ленте слово рублей. Еще ниже внутри разделенной пополам розетки указано число 200. Оборотная сторона. Слева имеется белое поле, на котором внизу изображено число 200. Вверху имеется надпись «Подделка билетов Государственного банка СССР преследуется по закону». Остальное пространство заполнено фоном, меняющим к центру цвет от бежевого к светло-серому. Фон украшен цветным узором в правой верхней части. Слева имеется гравюра с изображением Креблевского дворца съездов и Троицкой башни Московского Кремля. С правой стороны вверху располагается рамка из волнистых линий, серпом и молотом на фоне лучей солнца внутри. Ниже поверх фигурного элемента указан номинал, под ним прописью в две строки 200 рублей. Изображения с правой стороны обрамлены по углам четырьмя ленточными узорами белого цвета, через которые на просвет видны элементы лицевой стороны. На верху справа и слева внизу черной краской указаны серия и номер банкноты. Теперь рассмотрим цену банкноты 200 рублей 1991 года. Обращаем внимание на серию банкноты, так как она в первую очередь влияет на стоимость боны. Серия номер банкноты находится на оборотной стороне. Начнем с серии АА с надписью образец с черной надпечаткой и двухсторонним номером 7 нулей. Цена такой банкноты в состоянии верифайн составляет 15 тысяч рублей. В состоянии экстралифайн цена составляет 20 тысяч рублей. А в сохранности анциркулита цена составляет 30 тысяч рублей. Далее следует стартовая серия АА. Цена данной серии в состоянии верифайн составляет 1500 рублей. В состоянии экстралифайн цена составляет 3500 рублей. А в сохранности анциркулита цена составляет 6000 рублей. Далее следуют серии от АБ до АЗ. Это такие серии как АБ, АВ, АГ, АЕ, АЗ. Цена данных серии в состоянии верифайн составляет 1200 рублей. В состоянии экстралифайн цена составляет 2500 рублей. А в сохранности анциркулита цена составляет 4500 рублей. Далее следуют переходные серии от АИ до АО. Это такие серии как АИ, АК, АЛ, АМ, АН, АО. Цена данных серий в состоянии верифайн составляет 1200 рублей. В состоянии экстралифайн цена составляет 2500 рублей. А в сохранности анциркулита цена составляет 4500 рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние анциркулита действительно коллекционное. Данная сохранность это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии анциркулита и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкноты 200 рублей 1991 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. И какая именно у вас серия и степень сохранности. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok